Все на благо большой семьи. В Приморье принят новый закон о поддержке многодетных. Региональными властями предприняты конкретные меры для сохранения здоровья и благополучия детей. Подробнее о дополнительных льготах и выплатах семьи с тремя и более репетишками – наш следующий материал. С 1 января 2019 года в Приморье увеличилось число многодетных семей с правом на получение государственной помощи. Кровыми властями принят новый закон о поддержке родителей, которые воспитывают троих и более детей. Документы относят к категории льготников семьи, имеющие среднедушевой доход, ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае. Ранее учитывалась величина одного прожиточного минимума. 23 ноября 2018 года был принят краевой закон, который так и называется о социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края. Вообще многодетная семья, проживающая на территории Приморского края – это граждане Российской Федерации, имеющие в составе своей семьи трех и более детей и воспитывающие их до 18-летнего возраста. Либо, если детки обучаются в образовательных организациях, до окончания ими такого обучения не более чем до 23 лет. В новом законе собраны все выплаты прошлых лет и дополнительные меры соцподдержки. В числе важных привилегий для многодетных – увеличение размера компенсации за коммунальные услуги до 50% и полное освобождение от взноса за капитальный ремонт. Кроме того, семьям будет выплачиваться ежегодная компенсация расходов на подготовку детей к школе в пределах 5000 рублей на каждого ребенка многодетной семьи, стоящей на учете в органах соцзащиты, на приобретение школьной и спортивной одежды и обуви. Сюда же входит, значит, возмещение расходов по посещению парков, выставок, экспозиции, океанариумов. Это тоже сюда компенсация этих расходов входит, да. Затем возмещение расходов на проезд обучающихся в общеобразовательных организациях. Я говорю об общих образовательных организациях, не о студентах речь идет, а о школьниках. К месту обучения обратно, на внутригородских автобусах, на автобусах пригородных и внутрирайонных линий. Сюда же относится приобретение школьно-письменных принадлежностей. Вот все эти расходы возмещаются не более чем 2500 рублей в год на каждого ребенка из многодетной семьи. Помимо этого, данным законом предусмотрены меры социальной поддержки в сфере земельных отношений и налоговой льготы по транспортному налогу. Основной документ для оформления скидок – удостоверение о статусе многодетной семьи, выданной специалистами социальной защиты. Заявитель собирает необходимые документы, затем пишет заявление. В течение месяца компетентный орган рассматривает обращение и дает положительный либо отрицательный ответ. По всем вопросам, к семьям следует обращаться в территориальные органы соцзащиты или многофункциональные центры городского округа. Фактом подтверждения этой регистрации является удостоверение многодетной семьи. Точно так же обращаемся, Мещенко-2 к нам, кабинет номер 2, Дунай, кабинет номер 17 здания администрации на втором этаже находится. Точно так же многодетные семьи у нас активно пользуются интернетом. Пожалуйста, единый портал государственных муниципальных услуг МФЦ, который находится в Дунай. И у нас здесь Фокина, социальный портал Департамента труда и социального развития Приморского края. По подсчетам Департамента труда и социального развития, сегодня в Приморье проживает более 5,5 тысяч многодетных семей с низким доходом. Таким образом, под дополнительные льготы попадут более 18 тысяч школьников. Фокины меры социальной поддержки получат порядка 300 семей. Фокина меры социальной поддержки получат порядка 300 семей. Продолжение следует...